Вот теперь эксклюзивные кадры, которые оказались в распоряжении нашего канала. Оказывается, легендарный рок-музыкант Виктор Цой не просто ездил в США в гости к Джоанне Стингрей. Там он выступил перед голливудскими звездами первой величины. Цой даже мог сняться в блокбастере в стиле Безумного Макса. Специально для него знаменитый американский фантаст уже начал писать сценарий этого фильма. Уникальную запись, которая нашлась в архиве американского коллекционера, подставит Мария Коровина. Бесценный подарок всем поклонникам группы кино. Кадры, которых до сих пор почти никто ничего не знал. Единственное выступление Виктора Цоа перед американской аудиторией. 25 января 90-го года. Город Парк Сити в штате Юта. Перемен, пачка сигарет, звезда по имени Солнце. Цой исполняет свои знаковые песни, но совсем иначе. Без привычного металла в голосе, лирично, к тому же, заметно волнуясь. История появления этой пленки спустя 26 лет после записи кажется окутанной магией. Видео бережно передается из рук в руки и в итоге оказывается у двойника Виктора Цоа. В свою очередь он отдает его нашему каналу. Появляется эта пленка у знакомой, моей знакомой. И это видео попадает мне. К сожалению, у меня только одна минута. Цой выступал сразу после показа культового фильма «Игла», который произвел эффект разорвавшейся бомбы на фестивале независимого кино «Сандэнс». Картина была заявлена как особое событие. Интерес и к ленте, и к самому Цое просто сумасшедший. Не думаю, что он ожидал, что его примут так тепло. Все билеты на «Иглу» распроданы за считанные часы. Они разлетелись еще за неделю до показа. Как вспоминает Юрий Каспарян, гитарист кино, который сопровождал Цоя в Америке, зал был нашпигован звездами Голливуда первой величины. Однако Виктор этого будто бы даже и не замечал. А когда ему предложили сыграть еще один концерт в ночном клубе, он вежливо отказался. Они остались в стиле, и при этом они олицетворяли собой ту великую русскую поэзию, которая легла в основу рок-н-ролла. Поэтому любые такие записи, которые можно подглядеть на артиста, как он развивался, это, конечно, очень полезно и интересно. Тогда все шло к тому, что Цой действительно станет музыкантом мирового уровня. Контракт с крупной звукозаписывающей компанией был бы подписан, если бы не трагическая гибель музыканта. Не суждено было сбыться и другим планом Цоя продолжать сниматься в фильмах. Музыканта даже хотели позвать в Голливуд на роль в ленте по сценарию великого фантаста Уильяма Гибсона. Но до этого Цой планировал съемки на розни. Именно здесь, на Мосфильме, в конце августа рокового 90-го года Виктор Цой должен был встречаться с режиссерами, обсуждать новый фильм, идеи которого музыкант по-настоящему загорелся. Проект должен был стать ироничным триллером про окраины Петербурга. В итоге фильм все-таки был снят, но стал совсем иным уже без Виктора Цоя. Появление чудом сохранившегося свидетельства момента, который мог круто изменить ход музыкальной истории, для тех, кто всем сердцем любит группу кино, это еще и напоминание о том, что музыка Цоя жива. А значит, в самом деле все не так уж плохо на сегодняшний день. Перемен требуют наши сердца. Мария Коровина, РЕН-ТВ